Радио «Вера» представляет Светитель Никифор Исповедник родился в Константинополе во второй половине восьмого века. В его семье уже были примеры подвига и исповедничества. Отец Никифора Феодор пострадал, когда император-иконоборец Константин Капроним преследовал тех, кто почитал иконы. Его мать Евдокия последовала за мужем возгнания, а после смерти супруга вернулась в Константинополь и приняла монашеский постриг. Никифор получил хорошее образование, изучал священные писания и читал духовные книги. При императоре Леве IV Никифор стал царским советником. При царском дворе он продолжал вести добродетельную жизнь и ревностно защищал почитание святых икон. В царствование следующего императора, Константина VI, был созван Седьмой Вселенский собор, который осудил иконоборческую ересь. Никифор выступил на соборе с речью от имени императора в защиту икон. После собора Никифор удалился от двора, вел уединенную жизнь в безмолвии и молитве. Вскоре Никифор принял монашеский постриг, и его избрали патриархом константинопольским. Но следующий император Лев Армянин также был иконоборцем. Он сослал патриарха Никифора на отдаленный остров. Там святитель Никифор и скончался. Церковь прославляет святителя Никифора. Спустя сотни лет он продолжает служить примером того, как не поступаться верой и сохранять твердость и надежду на помощь Божию даже в самых трудных обстоятельствах. Мы просим святителя Никифора Исповедника. Моли Бога о нас. Святой великомученик Иоанн Новый жил в XIV веке в городе Трапезунде на южном побережье Черного моря. Иоанн занимался торговлей, отличался благочестием и прославился своими делами благотворительности. Однажды Иоанн отплыл на корабле по торговым делам. Во время пути он вступил в спор о вере с капитаном. Тот оказался католиком-итальянцем и, проиграв спор, затаил злобу на Иоанна. Одна из основок корабля была намечена в городе, принадлежавшем Золотой Орде, в которой тогда поклонялись огню. Капитан сообщил городоначальнику, что один из его пассажиров желает принять эту веру. Иоанна привели к правителю, чтобы тот исполнил обряд отречения от прежней веры. Вырваться из рук язычников было невозможно. Корабль с коварным капитаном покинул порт. Иоанн твердо исповедал себя христианином. Его пытали, протащили по улицам города и вечером казнили. Ночью горожанам было видение. Три светоносных мужа пели псалмы над телом мученика. Капитан, предавший Иоанна на муки, вскоре раскаялся. Сейчас мощи святого Иоанна покоятся в храме в румынском городе Сачава. Православных мучеников всех времен объединяет ревность о вере и отсутствие страха перед людьми. Для них, добровольно шедших на страдания, любовь к правде Божией была дороже своей жизни. Этот пример исповедничества дорог и ценен всем верующим. Церковь обращается к великомученику Иоанну Новому и просит «Моли Бога о нас». Император Марк Аврелий, правивший Римской империей во II веке, был известен как философ. Но при этом он не отличался милосердием и мудростью. Марк Аврелий считал христиан фанатиками и опасными для государства людьми, подрывавшими веру в римских богов. Сначала христиан было решено изолировать. Им запретили посещать собрания, показываться публично и даже в частных домах. Но потом власти перешли к более решительным мерам. По всей империи прокатились аресты христиан. В 177 году репрессии коснулись и Лугдуна, так при римлянах назывался Леон. Власти потребовали от христиан собраться в центре города, а потом арестовали их. Узники ожидали решения своей судьбы, а в это время городская черн требовала крови. Среди схваченных христиан были знатные люди, уважаемые в городе врачи, юристы. Были солдаты, слуги и рабы. От них требовалось только одно – отказаться от Христа и своей веры. К упорствующим разрешалось применять любые пытки. Некоторые поспешили бежать, некоторые предпочли отречься. Епископ Леонский Пофин не был арестован, но сам поспешил к городской тюрьме, чтобы разделить участь собратьев по вере. 90-летний старец смело шел через толпу, которая издевалась над ним и забрасывала камнями. В эти дни пострадали 43 лионских мученика. Сами они, претерпевшие невыносимые страдания, запрещали называть себя так. «Истинный мученик один – это Христос, а мы – его исповедники», – говорили лионские христиане. Преподобный Ефрем Сирин призывал. «Приди же и будь учеником святых мучеников. Научишься у них совершенной вере, любви к Богу, великой сострадательности». «Они вышли победителями из пылающего костра, а ты – побеждай пламенеющее злое желание. Они перенесли все истязания, и ты также побеждай все позорные страсти. Они кротостью и великодушием победили мучителей, и ты – побеждай мучительство гнева». Мы прославляем священно-мученика Пофина и всех мучеников с ним пострадавших и просим их. Молите Бога о нас. Сегодня церковь вспоминает, как в 177 году в Лионе были казнены 43 христианина. Их арестовали по приказу императора Марка Аврелия. Сначала всех верующих согнали на городскую площадь, а потом заключили в тюрьму. Кто-то проявил слабость духа и бежал, кто-то, как епископ Пофин, добровольно присоединился к собратьям по вере. А врач Александр или христианка Библиада сначала отреклись, но потом раскаялись в своем отступничестве и вновь вернулись на арену, чтобы до последнего остаться с Господом. Среди узников была и юная рабыня Блондина. Она приняла крещение вслед за своей госпожой-христианкой. Имени этой благочестивой женщины мы не знаем, а вот простая рабыня стала одной из самых известных святых Галии. Собратья-христиане переживали за Блондину. Она совсем недавно примкнула к христианской общине, к тому же была физически слаба. Всех страшила мысль о том, что доведется пережить этой хрупкой девушке. Истязания христиан длились несколько дней. Блондину вывели на казнь последней, вместе с юным понтиком. Девушка стала свидетельницей его мук, а потом наступил ее черед. Но свидетели ее страданий говорили, что Блондина шла не на муку, а на главное торжество своей жизни. До последнего девушка повторяла «Я христианка, у нас нет ничего худого». Блондина показала пример того, как за видимой слабостью и немощью может скрываться небывалая сила духа. Она стала одной из самых любимых и почитаемых французских святых. Церковь прославляет леонских мучеников, и в их числе мученицу Блондину и мученика Понтика, и просит. Молите Бога о нас. Благоверная Иулиания жила в XIV веке. Она происходила из боярского рода и стала женой вяземского князя Симеона Мстиславича. Смоленск и Вязему в то время захватил литовский князь Витовт. Симеон, Иулиания и смоленский князь Юрий Святославич бежали из родных земель и поселились в Торжке. Юрий Святославич пленился красотой Иулиании и склонял ее к супружеской измене. Но княгиня хранила верность мужу. Тогда разъяренный Юрий убил мужа Иулиании и пытался взять ее силой. Женщина решительно сопротивлялась. Негодяй приказал убить несчастную, а тело бросить в реку. Поступок князя вызвал у всех презрение и негодование. Юрий вынужден был бежать в Орду, но и там не нашел покоя. Он удалился в Рязанскую пустынь, где вскоре умер. Тело Иулиании нашли и погребли в Спасопреображенском соборе Торжка. По молитвам к целомудренной и верной княгине не раз происходили чудеса. Летом 1819 года состоялось прославление Иулиании в лике святых и были обретены ее мощи. Жития русских святых содержит в себе ключ к пониманию идеалов народного сознания и культуры. Почитание благоверной Вяземской княгини началось сразу после ее мученической кончины. Народ прославлял ее стремление сохранить чистоту и святость христианского брака. Святая Иулиания считается не только покровительницей брака, но и защитницей целомудрия. Мы обращаемся к благоверной Иулиании и просим. Моли Бога о нас. Явление Киева братской иконой Божией Матери произошло в 1654 году в Вышгороде, северном предместе Киева. Город подвергся нападению литовского князя Радзивилла. Захватчики грабили и дома, и церкви. Один из воинов, чтобы унизить и оскорбить православных горожан, ударил ружьем по лику Богоматери на одной из икон. И вдруг на иконе выступила кровь, словно из раны. Когда об этом узнал Радзивилл, то велел наказать кощунника и спешно покинул город. Сначала икона хранилась в храме святых страстотерпцев Бориса и Глеба. В 1662 году на Вышгород напали поляки. Святыню успели вынести из храма и по обычаю пустили вниз по Днепру, доверив попечение о ней Господу. Река вынесла икону к берегу Киевского подола. Там ее с трепетом и радостью приняли и перенесли в Киевский братский монастырь. Так образ получил свое наименование. Эту икону в народе стали считать покровительницей Киева. В советские годы первообраз иконы был утрачен. Список с чудотворного образа в наши дни пребывает в Киевском монастыре покрова Божией Матери. В память Киево-братской иконы в 2009 году была освящена церковь в селе Горенки под Киевом. Чествуя Киево-братскую икону Божией Матери, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас!